В этом выпуске 12 слов тотального мы расскажем о словах глухая тетеря, сверстник и цивилизация. Глухой тетерей называем мы в живой обиходной речи человека, который что-то не может расслышать или вообще невнимательно слушает, отвлекается от разговора. Что же это за тетеря такая и почему она глухая? Тетеря – народно-разговорное слово, то же, что тетерев, то есть крупная птица отряда с черным, у самок пестрым, оперением. Например, можно сказать крупная тетеря, жирная тетеря или ходить на тетерю, то есть охотиться на эту птицу. Но в обиходной речи слово тетеря гораздо чаще употребляется в неодобрительных и бранных выражениях применительных людям. Просто тетерей могут назвать глупого или незадачливого человека, сонной тетерей – соню, ленивой тетерей – лентяя. Но все-таки самые распространенные из всех оборотов с тетерей – это сочетание глухая тетеря, обозначающая тугоухого человека. В его основе наблюдение над особенностями поведения птицы. Выражение глухая тетеря связано с тем, что когда тетерев самец такует, привлекает внимание самки определенными звуками, то на время теряет слух и становится легкой добычей для охотников. Когда на уроках русского языка в школе учат правила о непроизносимых согласных, то обычно предлагают запомнить вместе слова сверстник и ровесник. В слове сверстник пишется буква Т, а в слове ровесник она не нужна. Объясняют так. Сверстник – это тот, с кем ты прошел одинаковое количество верст, поэтому проверочное слово здесь верста, а ровесник – тот, с кем ты прожил равное количество весен, поэтому проверочное слово здесь весна, где нет буквы Т. Слово ровесный составилось из древнего корня «ров», который мы встречаем в словах «ровный», «ровня», «ровнять» и суффиксов «ес» и «н». Исторический суффикс «ес» можно обнаружить и в других словах. Для этого достаточно сравнить пары «чудо», «чудеса», «небо», «небеса», «слово», «словеса». Неоткуда было взяться букве «т» в словах «ровесный», «ровесник», «ровесница». Так и закрепилось исторически оправданное написание без «т». А вот слово «сверстник» действительно родственно «версте». «Верста» родственно глаголу «вертеть». И сначала верстой называли поворот плуга, в конце сделаны им борозды, а потом сами борозды, равные друг другу, а дальше любое одинаковое расстояние или время, любую равную часть. Затем значение раздвоилось. Одна ветвь верста как расстояние, мера пространства, другая как возраст. От версты возраста, а не от версты расстояния, образовалось прилагательное «сверстный», равный по возрасту, а от него уже и существительный «сверстник» и «сверстница», конечно, с буквой «т». Слово «цивилизация», орфографически интересное тем, что в нем два раза пишется сочетание «ци», восходит к латинскому «civilis» – гражданский. Проверочным словом ко второй безударной гласной «и» может служить восходящее к тому же латинскому корню прилагательное «цивильный», которое в современной разговорной речи изменило свое историческое значение. Когда-то оно использовалось в значении «гражданский», «штатский», например, «цивильная одежда», «гражданская», «невоенная», «цивильное право», «гражданское право». Есть и устойчивое сочетание «цивильный лист». Так в монархических государствах называется сумма, предоставляемая ежегодно монарху в личное пользование. Еще совсем недавно прилагательное «цивильный» сопровождалось пометой «устарелая», но у него началась вторая жизнь в русском языке. Сейчас в непринужденной речи прилагательное «цивильный» означает отвечающий требованиям цивилизации. Цивильный костюм сейчас понимается не как не военный костюм, а как приличный модный костюм. Можно, например, посидеть в цивильной обстановке или расстаться, как подобает цивильным людям. Станет ли это новое значение слова «цивильный» нейтральным? Покажет время. Субтитры создавал DimaTorzok